Всем привет! Меня зовут Василенко Андрей и я рад вас видеть у себя на канале, где я регулярно делюсь с вами важной информацией о запуске бизнеса на Амазон. И сегодня мы поговорим о том, как доставить товар с Китая на склад Амазона в США. Если вы уже нашли продукт, который вы хотите продавать на Амазоне, и вы на этапе переговоров с поставщиком, то, как правило, в этот момент поставщик начинает забрасывать вас разными сложными терминами. И вы начинаете поиск в интернете, что такое FOB, что такое X-Works, что такое DDP и DDU, как растаможить и вообще как доставить товар на склад Амазона в США. И сейчас я постараюсь максимально понятно объяснить вам все самые важные термины, которые связаны с доставкой вашего товара с Китая в США. А также поделюсь с вами самым простым и надежным способом доставки вашего товара со склада вашего поставщика на склад Амазона в США. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сделать важное объявление. Через несколько дней состоится бесплатный вебинар на тему запуска бизнеса на Амазон по модели Private Label в 2022 году. Ниже под видео я оставлю ссылку на вебинар. Обязательно оставляйте свои заявки. Ну что, готовы? Поехали! Итак, когда вы начинаете переговоры с поставщиками на Алибабе или другой площадке, вы сразу обсуждаете условия поставки товара. Основные, наиболее популярные условия поставки товара, с которыми вы столкнетесь, это XWorks и FOB. Очень часто вы будете видеть от поставщика стоимость товара и рядом эти термины. Так вот, XWorks означает, что вы будете ответственны за логистику своего товара со склада поставщика и до склада перевозчика или в порт, откуда ваш товар будет погружен на судно или в самолет. Грубо говоря, поставщик произвел ваш товар, оставил у себя его на складе и на этом его ответственность заканчивается. Вы должны будете найти логистическую компанию, которая организует доставку вашего товара со склада поставщика в место, откуда ваш товар будет погружен в самолет или в судно. Следующее условие поставки товара это FOB – Free On Board. Это означает, что поставщик будет ответственный за доставку вашего товара в порт или до склада перевозчика, откуда ваш товар будет погружен на судно или самолет. То есть, если поставщик пишет вам, допустим, цена товара за 1000 единиц – 2000 долларов FOB, то это означает, что в эту цену уже включена доставка по Китаю до склада перевозчика или в порт и вам не нужно ничего дополнительно оплачивать. Я считаю, что вариант FOB намного проще, чем XWorks, особенно если вы только начинаете торговать на Amazon. Вы даете поставщику адрес склада своего перевозчика и после того, как вы проинспектировали товар, ваш поставщик отправит ваш товар на склад перевозчика. Окей, давайте разберемся с терминами по растаможке. Что такое DDP и DDU? Если вы договорились с поставщиком об условии DDP, то это означает, что поставщик берет на себя все процессы, связанные с таможенным оформлением и оплатой всех пошлин. Но, как правило, очень мало поставщиков работает по DDP, так как этот вариант предполагает большую ответственность и риски за оплату таможенных пошлин, налогов и других сборов. И поставщики попросту не хотят брать на себя такую ответственность. И я вам не рекомендую перекладывать процесс растаможки и оплаты пошлин на поставщиков. Лучше всего, чтобы это сделал ваш freight forwarder, то есть компания-перевозчик, о полезности которой мы поговорим позже. И последний термин это DDU, Delivered Duty Unpaid. Это означает, что поставщик не берет на себя растаможку и оплату пошлин. В принципе, практически все поставщики работают по условиям DDU. Теперь, представьте на секундочку ситуацию. Ваш поставщик изготовил ваш товар по условиям FOB. И, например, он доставил ваш товар в нужный для вас порт, чтобы отправить ваш груз в США по морю. И теперь нужно организовать погрузку вашего товара на судно в Китае. Кто организует это? Дальше. Ваш груз приплыл в порт США. Теперь, кто организует доставку вашего товара с порта в США на склад Амазона? Помимо этого, кто организует все документы на погрузку, растаможку, страховку и так далее? Кто это сделает? Точно я этим не занимаюсь. И я надеюсь, вы тоже. Всю эту работу сделают фрейдфорвардеры. То есть перевозчики или логисты. Я настоятельно рекомендую вам работать только через фрейдфорвардеров. Потому что большинство нормальных перевозчиков берут на себя все процессы. Оформление таможенных документов. Растаможку. Они полностью организовывают всю доставку со своего склада в Китае прямо на склад Амазона в США. Они даже могут провести инспекцию вашего товара у поставщика на складе. И в случае, если у вас условия работы с поставщиком X-Works, то фрейдфорвардеры даже смогут забрать ваш товар со склада поставщика. То есть они берут под ключ весь процесс доставки и растаможки вашего товара. Как мы уже разобрались ранее, это называется DDP. Также у многих из них есть свои преп-центры в США, где в случае необходимости они могут наклеить FNSQ-стикеры или предоставить любую другую услугу. И если вы только начинаете продавать на Амазоне, то вы должны в первую очередь фокусироваться на наборе отзывов, рекламе, маркетинге, а не думать о растаможке или оплате пошлинг. Лучше всего передать эту часть работы на логистические компании фрейдфорвардеров. Вы можете в гугле поискать фрейдфорвардеров, сделать им запрос на просчет и сравнить цены. Также ниже под видео я оставлю контакты надежных перевозчиков, которые специализируются по доставке на Амазон США и с которыми я лично работаю. Также при коммуникации с поставщиками на Алибабе, они будут предлагать вам своих форвардеров или же свои услуги доставки товара на Амазон. И как правило, эта цена процентов на 30-40 выше, чем цена независимых фрейдфорвардеров. Конечно же, китайцы добавляют к цене доставки свой какой-то процент. Поэтому сообщите им, что у вас уже есть свой фрейдфорвардер и просите китайцев доставить товар на склад вашего перевозчика. Ну а если вы работаете по X-Works, то ваш фрейдфорвардер может сам забрать груз со склада вашего поставщика. Теперь давайте поговорим о вариантах доставки вашего товара. У нас есть два варианта. Доставка морем и доставка авиа. Если вы заказываете впервые свой товар на Алибабе и это малогабаритный товар, то я вам рекомендую выбрать опцию авиадоставки. Конечно же, вы заплатите за доставку авиа намного больше, чем если бы вы доставляли морем. Но если у вас всего лишь несколько коробок, то нет смысла доставлять морем. Время – это деньги. Вы можете первую свою партию отправить авиа и буквально через полторы-две недели она уже будет на Амазон складе. Помните, что ваша задача не только побыстрее продать товар, ваша задача построить бизнес и бренд в долгосрочной перспективе. Да, вы проинвестируете больше сейчас, но чтобы заработать больше денег позже. И как результат доставки авиа, вы начнете продавать свой товар раньше, начнете набор отзывов, рекламу, и потом в следующий раз вы закажете намного больше товара и отправите его морем. Ну а если же мы говорим о большом количестве товара и о крупногабаритном товаре, то, конечно, доставка морем будет намного дешевле, чем авиа. Поэтому, если вы уверены в продукте и у вас есть надежный поставщик, и вы планируете заказать много тысяч единиц, то, конечно, выбирайте вариант доставки морем. Нет смысла переплачивать за авиа. Но если вы только планируете запуск своего первого малогабаритного продукта в небольшом количестве, то, конечно, выбирайте вариант авиадоставки. Наверняка вы замечали, что когда вы заходите на страничку товара поставщика на Алибабе и выбираете нужное количество единиц, то в пункте шиппинг вы видите сумму доставки. Сразу говорю, можете на это не обращать внимания, эта сумма не имеет ничего общего с реальной суммой доставки. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. Если у вас есть вопросы, пишите ниже в комментариях. Надеюсь, у вас был или будет продуктивный день. И не забудьте, через несколько дней будет вебинар на тему запуска с нуля бизнеса на Amazon по модели Private Label. Всем спасибо за просмотр и увидимся на вебинаре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok